МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я в Венецкой области, Шарарский район, село Кликотино, фермерское хозяйство Сулбицкен, и его руководитель Вакуляк Владимир Михайлович. В Венецкой области Владимира Михайловича знают как одного из пионеров технологии науки. И не случайно, Владимир Михайлович, мы у вас и у Сина. Мы первый раз встретились на лаборатории на УТИЛ. Надеюсь, что вам было интересно там побывать. А мне, зная о том опыте, который у вас есть, интересно сегодня быть у вас. И поэтому рад вас приветствовать. И я думаю, что тот опыт, который уже у вас есть, который вы прошли, он будет интересен многим зрителям нашего канала. Ну и первый вопрос, как всегда, как мне уже сказали, это ваш коронный вопрос. С чего все началось? Что послужило толчком до перехода на технологию новую тему? Ну, смотрите, если быть честным, то Сулбари как-то звезды. Ну, во-первых, здесь вокруг вообще были сильные хозяйства. Они и так и стали сильными хозяйствами. А мне, как новому человеку, прошедшему, так сказать, фермерское хозяйство, я был позвоню всех. И как-то был в частном раздумии, что делать. Как выйти на, хотя бы на уровень, так сказать, ихней, хотя бы ближе к ихней урожайности. Если начать с того, что они начали, это очень много денег, очень много времени. И очень, так сказать, клопотно это все дело. Ну и, конечно, с ухвалом то, что надо было как-то энерго-перевооружаться. То есть были еще сейлки с СЗ-3,6, трактор МТЗ-80 и так далее. Поэтому немного где-то поездил по свету, посмотрел, что к чему и как, и было принято решение заняться на ТИП. Сразу скажу, что это было очень непросто. Это было в 2010 году. Ни сейлки, ни трактора, ни там. Ну а чем она зацепила вот эти технологии? Почему все-таки было принято? Ну, первое, вот так, как-то считалось, что вот на этом сэкономлю какие-то деньги там и так далее. Второе, конечно, я побывал в Кировоградской области. Есть такое предприятие, агромер. Ну, значит, слышали, я там побывал несколько раз, но там как-то стоял вопрос иначе. То есть ты хочешь заниматься, заниматься на ТИП? Хочу. Ты должен покупать себе у семья. Выбор не было. Я уже даже был, ну, как-то с этим был готов мириться, но хотел купить вот так, на два года хотя бы сейлку купить. Нет, денег не было. И поэтому, поэтому принято решение купить сейлку фирмы ВИЭШБ, Агентинской, они со мной, так сказать, Дон СНАП продавал, они как-то поступили со мной, ну, по-товарищески, рассрочили эту денежную, так сказать, рассрочку сделали, пущи на три года, и вот таким вот образом я перешел на Натир. Было очень много проблем, ну, очень много проблем. Ну, а какая самая главная проблема для тех людей, которые начинают? Потому что вы прошли большой путь, и вам есть что посоветовать. Ну, я думаю, что для этого надо быть как-то подготовленным и уже как-то умственно подойти к этому вопросу, да, просто с бухты-барахты начинать, ну, начинать любое дело, в том числе и наутилы, очень сложные, так сказать, мероприятия, очень сложные, ну, я скажу, вот, очень сложные. Все считают, что что такое наутилы? Ну, это посевы собрал, и меньше соляры, и меньше там затрат, и так далее. Я думаю, что до этого как-то надо немного дорасти. Я вообще-то начинал наутил не до роста, до того уровня, который нужен был. А чего не хватало? Вот на первых порах, когда вот... Ну, во-первых, не хватало знаний. Если в эту пору, вот вы сами сказали, Михаил Иванович, что вот сегодня вот есть, вот я был на таком большом, красивом семинаре, лаборатории, да, там очень много знающих, умеющих людей, ты там много подчеркнул от этого, в том числе и я подчеркнул. А вот для начинающих людей это вообще, ну, я считаю, что... это клондайк. Молодежь говорит, это клондайк, да? Вот послушать вот то все, что люди знают уже, да? А в те времена, в 2010-е год, ну, ну, если кто-то говорил на теле, то... вот объясняйте кому-то, что это материться или что-то такое, вот, ну, в таком плане, да? Поэтому, я думаю, что до всего надо готовиться. Сегодня много журналов, статей, книг, интернет, вот, да, вот, сейчас канал у вас открыт, там очень много познавательных вещей. Я думаю, что можно, все это можно, оттуда надо, можно и нужно подчеркнуть. Ну, подготовиться надо морально. Вот морально-то. Если честно, так я вот не был готов морально даже в то время, поэтому вот сеял уже, да? Вот сеял-косеет. И я думаю, что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Сомнения. Мы шли на сомнения. Вообще-то, ну, знаете, вот соседи, вот, жители села, вот так брались за голод. Что он делает? Что это такое? Что там и так далее, и так далее. Ну, сейчас, да, все провыкли, все нормально, все там и так далее, и так далее. А на тот период очень сложно было. Знаний нет, подчеркнуть не у кого, спросить не у кого. И ты как-то должен уже, значит, даже особенно, ну, говорят вот сейчас. Единственное у меня было, ну, я считаю, что это, наверное, правильное решение было, что я починал, начинал натив, ну, не с всей площади, я поле вот взял поле там, поработал год-два, следующее поле, и так далее, и так далее. Ну, если честно, то у меня, ну, даже стыдно как-то, ну, можно сказать, что у меня была урожайность ярого решения от 12 сантиметров в гектаре. Это новинное решение. Ну, было такое, были совершения очень много, очень много ошибок, поэтому... Ну, я доволен тем, что есть, возврата назад нет, и уже никто не желает, поэтому уже это способ какой-то, так сказать, жизни, да, жизненный, так сказать, путь. Ну, я не просто, я один вот своего сына в это дело потянул, юрист, закончил юридический факультет, а сегодня работает. Здесь оказался, да, и работает тоже, есть предприятие, работает по натилу, я считаю, что он доволен, он доволен тем, что вот что-то делает своими руками. Ну, а вы, наверное, доволен, что он идет? А я очень доволен тем, что занимается тем, что нравится мне, если честно. Саша, ну, все же таки, твои отношения, да, и головы на титул. Как ты с ней познайомился? Сразу с ней начал працювать? Познайомился с самого детства. Так? Еще был маленький, да. И уже видел, да? И так, учился в институте, а летом приезжал и працювал тут. Так что никакого отдыха летом не было, никакого отпечатку. То есть, практически, это уже новое поколение у нас, которое не знает других технологий. Да, я других технологий не знаю, бо я при ней не працювал. Ну, если говорить о моральном аспекте, это для моих самое сложное. Что вам помогало преодолевать все эти трудности, ошибки? Ну, видите, я в жизни вот такой человек, что умеет добиваться каких-то результатов. Где, там, что я бы не делал, там, и так далее. Если не повезло, или ты не смог в этом году сделать, значит, обязательно надо сделать в следующем году. Я считаю, что это, ну, черта характера, которая должна быть присущена к каждому, да? Поэтому, особенно, в прошедших 2-3 года первых, было очень сложно. Вот, признаю честно, было очень сложно. А по истечению двух-трех лет я понял, серьезно, что вот это уровень, что вот это земледелие, что вот это, все то, что создала природа, это, ну, отбросим все то, что рассказывала Ничурья и так далее. Все, что делает природа, это правильно. Надо как-то ближе к природе. Вот это как раз способ обработки земли, я считаю, что ближе. Ну, это не секрет, что сегодня там и сохранение влаги, а то не секрет, что сегодня там и биота на полях, и не секрет то, что там, ну, можно сказать следующее, что период такой, что животноводства нет, да? Это какой-то мере можно пополнить, ну, фосфором и калием, там, и так далее. Я считаю, что этим надо заниматься, и это будущее, мы видим это. Вот если мне взять 2010-е годы, вот сегодня, 2019, это 10 лет, да? И я вот вижу, если мне кто-то сказал, что это неправильно, я просто бы не поверил, и, то есть, даже если не верят, ну, я знаю, что вот мои соседи, ну, я ничем не хуже их, а даже в какой-то степени лучше и по урожайности там и так далее. А как они относятся? К тому, чем вы занимаетесь? Ну, видите ли, очень много интересуется, но есть фактор, имею технику, которая уже сегодня приспособлена, стоит больших денег, какие-то компактоматы, там, сейлки и так далее. Для почвенной обработки. Да, для почвенной обработки, плуги там, ярусные, там, и так далее, оборотные. И вот это все надо как-то бы продать. И кто его тебе должен купить? Не нужно, должен купить, да? То есть, это какой-то должен быть момент, что уже он назрел. Я думаю, что, ну, и, знаете, вот, в последнее время не так просто. Договора, ты заключил с людьми договора про оборудование земли, так? И если ты не имеешь хотя бы запаса 10 лет, но идем заниматься, ну, я не знаю, сложно. Сложно, очень сложно. Нет уверенности в том, что завтра, вот, если придет собственник земли, скажет, ну, я хочу, там, работать на своем, так сказать, участвовать. Все, ты там, вот, прошло 5 лет, он говорит, через 5 лет. Ты только вышел на тот уровень, что, якобы, должен, там, зарабатывать какие-то деньги, ты должен работать полную мощь, а тебе говорят, что все надо дать участвовать. А как, собственно, я относился к тому, что, вот, к вашей практике? Куда вы не пашете, где, что делать вокруг, да? Ну, очень много. Или все равно? Ну, я бы не сказал, очень много присматривается, просто, вот, ну, наша промышленность, вот, в Украине, да, она должна бы как-то пойти, так сказать, ну, следующим путем, да, то есть она должна, там, сделать сейлки двухметровые, полтора метровые, вот, если собственник имеет трактор ДЗ-82, сейлка уже должна быть под него готова, да, я даже не понимаю, почему наши, так сказать, промышленники не ориентируются, не ориентируются в установке. Я вижу, аргентинцы, они уже ориентируются, они уже, там, полтора метра севалка, метр сейлка, там, два метра сейлка и так далее, а у нас даже не шесть метров, у нас все уличные, все широкозахватные аргенты и так далее, но присматриваются люди, я думаю, что все равно это будущее, и я даже смотрю, что люди, которые работают даже на небольших площадях, они имеют интерес, имеют, большой интерес, просто не имеют знаний, вот, часто говорят, так ты посеял свою сейлку мне вот там и так далее, я говорю, ну, так сейлку можно посеять, урожай будет, это технология, это ж не просто посеял, там участок, там где не испахали, и там все тебе, ну, все хорошо, только компания надо задать и собрать плоды, да, это технология, которую надо знать, учить, ну, и так далее. Какая площадь у вас хозяйства? Ну, фермерское хозяйство имеет 1173 гектара земли. Сын у вас работает еще, да? Есть еще фермерское хозяйство АВК АРУ, ну, директор, председатель хозяйства СЭН, в Акулях, Александр Владимирович, тоже 287 гектара. Ну, фермерское хозяйство, да, это, если по сути, это одно хозяйство, да, да, даже, даже, там, культуры распределяются, несмотря на то, что там 300 гектара, да, да, но он там директор, он там имеет право принимать решения, ясно, и риски на себя берет какие-то, да, берет риски. С какого сына этого количества осадков? Ну, в прошлом году, где-то, было 370 мм. Вот, где-то, до 400, да? Да. Ну, а как, вот, у вас тоже уже ощущается? Ну, вы понимаете, что, если вот брать по осадкам, то надо как-то бы понимать, что, если осадки, сами осадки, но осадки сегодня падают не тогда, когда они нужны. Вот, не тогда, когда они нужны, да? А, вот, допустим, вот, 31-50 мм сегодня. А вот через месяц их уже нет. Вот как раз вот тот период, вот этот период, надо как-то содержать голову, надо как-то беречь лаву, как-то надо, ну, о ней серьезно беспокоиться. И вот вы замечаете вот разницу у себя и, например, у соседей? Ну, очень-очень, да. То есть, разница просто решает. Потому что у нас уже есть, конечно, там, и БНТ сверху, ну, там, если ты так вот рукой пошевелишь, ты видишь, что там уже есть лава. Я когда-то был в Аргентине, вот мне когда-то это показали, и как-то, ну, как-то это вот это все восприняло очень болезненно. Думаю, ну, как это они? У нас, у нас тоже все возможно. Причем, у нас говорили, что там разные почвы, и ничего не будет, и у нас там, там, почва не такая, там, и так далее. Не правда все это. Но тел возможен на любой почве. А какие у вас здесь почвы? Ну, тяжелые суглинистые. То есть тяжелые суглинистые черноземы, да? Черноземы. А вот, ну, говорят, что на тяжелых почвах это проблема, оно у тела. Это никакая не проблема. Это даже преимущество. А в чем преимущество? Ну, преимущество в том, что если там взять песчаные почвы, да? Может, влага где-то проникать в нижние горизонты быстрее. А тут она... Водоудерживающая способность выше, да? Водоудерживающая способность лучше, значительно. А вот какие культуры выращивать? Какой у вас все обороты? Ну, выращиваем в основном, ну, если по порядку, сеем пшеницу. После пшеницы – подсолнух. После подсолнуха – кукурудзу. После кукурудзы – сою. После сои – яры и азима ячней. И после яры и азима ячня – рапс. Вот все эти культуры, набор культур, которые мы... То есть у вас довольно хорошая разнообразность севоборота. Да, севоборот. Большой севоборот. И мы его, ну, я хочу сказать, это, наверное, все знают, что принотил, но тил без севоборота невозможно. Вы к этому сразу, когда вместе пришли? Или вот постепенно расширяли его? Нет. У меня было очень мало культур. Вот потом, с часом, пришло время, я понял, ну, что надо расширять севоборот. Он, по сути, так, как и работают на слабые соседи, без... Ну, работают... Обычные технологии. По-моему, я понимаю, что расширенный севоборот, это решение многих проблем. Многих проблем. Это решение очень многих проблем. Если кто-то хочет работать на наутил, но севоборотом не уделяет должного внимания, жди проблем. Наутил невозможно. Жди проблем, да. Без наутил, без севоборота на наутил невозможно. Вот впервые за все годы весела РАПСа посеял гибрид СИАКС. И другой гибрид ЭКСТОРМ. Так. Всегда до этого хозяйство сеяло сорта. Морозко там и другие. Впервые в практике здесь мы видим хороший РАПС. Он в прошлом году в экспериментальных посеях показал, вот этот показал, что справа от меня 50, и 2, 51, и 4 центнера с гектара. И вот этот показал 48-49. Мы в этом году посеяли его в промышленных масштабах. Впервые 45 гектаров для нас много, потому что мы сели, хотя РАПСа мы сеем где-то 240-250 гектаров. А почему раньше не сели гибриды? Потому что у нас гибриды не получались. То есть почва еще была недозрела к этому, да. Хорневая система, если там кто видел сорт еще как-то пробивался, гибрид где-то ходил в сторону. На сегодняшний день, ну, в принципе, здесь можно понять, что... Здесь РАПС. А какой нормой вы сели раньше и какой сейчас? Вот здесь посеяно, в миллионах не скажу, а помню, что 2,8 килограмма на гектар сеяли. А сорта мы сеяли к нашему стаду где-то 7,5-8 килограмм на гектар. А что предшественник здесь? Предшественник здесь ярый ячмень. Вот это его остатки, да? А вот не было у вас проблемы вот это стерневые предшественники? Нет. Соломы, когда говорят много, очень трудно. Ну, смотрите, вот это я немного себя застраховал, как мы сеяли РАПС до этого. Мы уже сеем где-то нормально год 5, 240-250 гектаров. Получаем в прошлом году... У нас средний урожай 37,11 гектара. В прошлом году. Ну, там было где-то меньше, конечно. Было где-то 32, было 28, но было и 12. Это сорта давали такой урожай? Да, это сорта давали. Ага. Эта сорта давали такой урожай. Что мы делали? Очень мешает полова, когда семена всходят. Вот так. Так мы в том числе и здесь сделали так. Мы после комбайна волки потом собирали и у нас есть животноводство и отдавали. Вот здесь сделано тоже. Я вот так немного пожадничал, да? И побоялся, что мой гибрид не сработает. А вот следующая площадь впервые мы просто поразбросали. Мы дойдем до площади. Там, конечно, сорт посеян. Мы вам покажем, что он не хуже гибрида. Но он просто все расселено здесь. То есть уже нет отрицательного влияния, да? Пождиных остатков? Ну, по сути, сейчас уже нет. Где-то тот период прошел. Этот период был где-то 3-4 года. Я собирал 10-12 центнеров в гектар. Из посеянных 100-150 гектаров где-то оставалось 10-15, по 20, по 12-13 центнеров в гектар собирал. Вот такая была практика. Ну, чтобы было, то было. Ну, а почему вы сейчас еще полностью не перешли на гибриды? Ну, мы сеяли очень много демо-посеев. И не в прошлом году, а где-то 3-4 года назад мы серьезно начали заниматься демо-посеями. У нас приезжают фирмы там, кто там, Монсанта, Евралис там и так далее, да? И они сеют. И у нас гибриды не шли. Просто в прошлом году демо-посеяли. Вот Монсанта рискнула, посеяла два гибрида. Вот этих, что здесь посеяно, и они дали за 50 центнеров урожай. И вот поэтому рискнули площадь посеяли 45 центнеров. Эксперимент удался. Время пришло, да? Время наслало, да. Ну, если уже мы задели тему рапсов, скажите, пожалуйста, какое здесь питание, какая защита. Потому что многие люди, конечно, будут задавать эти вопросы. Ну, смотрите. Рапс – очень простая культура, да? Но если здесь ничего нет, значит, с хищниками здесь все хорошо. Как вам это удается? Ну, ловкость рук? Нет, не ловкость рук. Мы вносим инсектициды. Здесь несен фунгицид, здесь несен инсектицид уже два раза. Так, я думаю, что… По сорнякам тут что? Поле чистое. Что применялось? Это под евролайтинг? Нет, нет, нет. Это обыкновенный, да? Обыкновенный. Мы с осенью вносим гербициды, и весной практически только галера. Галера, ну, мы видим, она сработала. Если серьезно, да? Да, да, видно. Да, да, видно. Самая основная болезнь – это подмаренок-чипкейт. Как это? Да, да, да. Подмаренок-чипкейта. Его здесь, мы видим, нету. Ну, здесь просто пространство, поэтому там в середине все дома. Да, да, да. Все очень чисто. Чувствуется, что контролируется ситуация. И сеяли бы ее? А какой сеялкой? Ну, мы сеяли СДМкой. Это нокунговская сеялка. Вот для этой работы – это универсальная сеялка. Если той можно высеять где-то порядка 4-5 килограммов, самый меньше, то эту можно высеять полтора килограммов. Мы высеяли 2,8, и то я вижу, он немного загущен. На следующий год или в этом году, если будем сеять, мы попробуем сеять где-то килограмма 2 на гектар. 1,8 килограмма на гектар. Вот так где-то. Ну, конечно, развитие очень хорошее. А по удобрениям что здесь? Ну, по удобрениям мы где-то внесли 200 килограмм карбамида. Ну, это тоже какое-то, я не знаю, может кто-то этим занимается, но мы все удобрениям носим зимой. Где-то в январе-феврале месяце смотрим прогноз погоды, и если видим, что где-то 10-12 сантиметров снега, мы со спокойной совестью и чистой душой носим удобрения. Носим где-то 2 центнера карбамида, носим где-то 1,5 центнера сульфата аммония, и по талу мерзлому грунту мы внесли где-то по 2,5 центнера аммиашной солиды. И вот это все. Надеемся, что здесь будет, но не будем загадывать. Да, ну, очень хорошо выглядит. Посмотрите, какие толстые стебли. Ветвление уже начинается. Великолепно выглядит, интересно. А убираете вы, делаете какие-то, обрабатываете какими-то склеителями, клеями? Ну, я считаю, что склеители, склеители это самообман. Я сколько их пробовал, он у меня никогда и никак не сработал. У нас есть свое ноу-хау, мы его немного, если он где-то должен иметь 8 влажность, так, мы его сбираем где-то 10-11. У нас есть сушарка. Перегоняем, и для этого нам это лучше и дешевле. Сушарка у нас на зерноотходах. Ну, это отходы от ЗАВ-40 и БЦС-50. Не зерноотходы, а стеблевые отходы. То есть вы своими же отходами и топите? Да, мы своими отходами, нам вполне достаточно. Где-то туда уже на кукурузу у нас там недостаточно. Мы там где-то соседей берем и так далее. Ну, а мыши у вас тут есть? Мыши у нас есть, да. Да, это серьезная проблема, особенно по пшеницам. По пшенице и зиму ячмень. Мы в прошлом году, ну, достаточно оригинальный способ, он давно используется. Это бактериальное удобрение, ну, ТИФ. Мышиный ТИФ, да. В прошлом году мы сделали, так сказать, свое открытие на ухау. Мы вносим разбрасывателем, у нас такой польский разбрасыватель. Где-то выставляем 3-4 килограмма на гектар. Есть эффект. Раскидываем. И мы в прошлом году увидели, немного где-то задержались, но немного надо раньше, но в принципе. А когда надо? Надо тогда, когда ты посеял пшеницу и она где-то под верхом. Еще до всходов, да? До всходов пшеницы надо обработать. Чтобы не ждать, когда она появится. Мышиные колонии, чтобы они не бежали на то, что там шельце выскочило на сладкое, не хочет там. А на Рапсе есть проблема с мешами? Потому что обычно жалуются, что на Рапсе. Такая же проблема и на Рапсе. Такая же проблема. И так же, когда вносите, тоже до всходов Рапса? Ну, в этом году мы где вносили, где не вносили, но где вносили, то уже после всходов. Хотя мы, ну, опаздываем. Замечательно. Как вам Рапс? Саша, как тебе Рапс? Ты доволен? Ну да. Саша видит свои труды. В этом году, ну, конечно, это не совсем его труды, в этом году весеннюю посевную он провел вместо отца. Отец отлежался в это время в больнице. Ясно. Ну, было на кого ставить? Ну, было на кого ставить. Вот мне там, у нас вообще нет агрономов в хозяйстве. У нас есть просто агрономы-консультанты. Это умные ребята, какие там, духау там и так далее, и так далее. Так вот, мне один из них, Николай, у нас там есть такой парень, говорит, Коля, как дела? Он говорит, Саша за эту посевную задолбал. Это лучше похвала. Я говорю, ну, ты ж ж не расстраивайся, он говорит, я даже доволен этим. Надо как бы так понимать, чтоб делать вот все так, чтоб не было выигрышной культуры. Если она выигрышна, ты не всегда успеваешь за этим, не всегда ты можешь предугадать, предусмотреть и так далее. То есть набор культур должен быть что, если ты где-то проиграл в одной культуре, ты очевидно выиграешь на второй культуре. Какая техника у вас? Мы имеем четыре сиялки, две пропашники и две для зерновых культур. Вот севалка ВІЭШБІ РВС-6000, с которой все началось 10 лет назад. Вот эта севалка, она рабочая, в этом году сияла. Была придвана в 2010 году, по сути, даже не могу повернувать, сколько она бедная посияла. Но она в рабочем стане, в этом году еще сияла и еще будет сиять. Спереди, как и всех остальных культур, дальше идет сошник и прикатывающий каток. Единого, чего тут нет, сейчас в новых севалках мы все видим колесо, которое контролирует глубину. Тут его нет, поэтому про точность висеву говорить тут, конечно, не приходится. Особенно в первые годы вот этот культур был такой час, что практически не можно было осенний посев, не можно было загнать на 2-3 сантиметра в землю. То она, конечно, себя в своем плане попробовала. Ну и особенно при посеве по кукурудзиню сои. Кукурудзиня не подробнее, оно остается после того, как собрал Джондир. А почему вы решили именно вот эту техническую систему, именно двойной диск, культур? Ну, я уже объяснил, что у нас были, ну, очень забитые грунты, и я видел это. Вот я ездил в Кировоградскую область, в Агромир, я видел поле, которое они начали первое, то там на второй год была такая корка, что практически пробить ее было невозможно. И я их спросил, говорю, а что у вас такой култер впереди? Они говорят, о, это величезное дело. По сути, это я по их рекомендации взял и думаю, что я не помил. Ну, это уже совсем новая севалка. Кунговская сплошная. Тут, вы видите, нет култера. Тут уже двойной диск. Он смещенный двойной диск. Да, двойной диск. Один больше, другой меньше. Один имеет 17 дюймов, другий. Другий 16 дюймов диск. Но есть обязательно контролирующая система глубины. Тут же воно. А у нас же прикатываются катки, да? Да. Они же прикатываются катки и ним же контролируется глубина. Тут же точно контролируется. Но есть недолеть. Сеять сою по кукурузе очень плохо. Да. Вот эта значительно лучше сеять сою по кукурузе. А почему вот это? Ну, во-первых, тут межрядя 19 сантиметров. Да. А тут межрядя 15 сантиметров, так? И воно вся севалка забивается. Даже 4 сантиметра имеет значение, да? Да, имеет значение. Ну, побачьте, на кукурузе не дуже багато, на полюху я. А взагалі-то уникальна севалка. А какая у вас урожайность кукурузы, чтобы понимать, какая? Ну, в той рік была в залику 112 сантиметра. То есть много пожненных остатков, поэтому очень важно, чтобы севалка мало. Сухой уже. Сухой, 112 сантиметра. Ну да, тут надо хорошо поработать. Чтобы посеять. А что скажете про трактора? Вот я смотрю, один у вас со спаренными колесами, да? А другой без спаренными. Смотрите, мы зупинились на тракторах вітчизняных. Потому что у нас практически два трактора целый рік стоят. Вони посеяли технической культуре и целый рік стоят. А других два там або воду подвезе, або что-то. И подумали, чи стоит нам купить Джондир. Мы за этих четыре трактора купили бы один Джондир. А так, мы имеем четыре трактора, которые в любой момент сеют там и так далее. Вот это первый трактор, который пришел, мы ему сделали спарочку. Он нормально работает и так далее. Потом мы брали вот ширина вот этого колеса где-то 50 см. Вот эту мы взяли где-то 70 см ширина. То есть потому мы не делали спарку. А, то есть вы сделали сразу более широкое колесо? Да, взяли вот такую широкую белорусскую резину. Вот это первая сеялка, которую мы шесть лет назад прибрали. Вторая сеялка для технической культуры. А, это точного высева сеялка? Да, сеялка точного высева. Вакуумная. Здесь на 70 см, да? На 60 см. На 60 см. Нас только на 60 см. Почему 60 см? Ну, я когда-то побывал в Аргентине, я увидел, что они сеют где-то там на 50 см, на 60 см и только потом на 70 см. Когда не было вот такой сеялки, я попробовал сеять кукурузу на 38 см. У меня очень хорошо получилось. Я решил, что в междураде надо немного сусить. Ага. По моему заказу вот в Аргентине сделали вот такую сеялку. Вносит два вида удобрения. Удобрение в сошник. Сюда, это там нитромофоска, там и так далее. И вон спереди вот той диск вносит амьяшную селитру. Сколько надо там? Два центнера, три центнера. Рядом около? Рядом. Вот можно от пяти сантиметров до пятнадцати сантиметров сделать. От ряда. Угу. Чем уникальна эта селка? Катки очень, не смотрю здесь, какие интересные. Это резина или что? Вот эту? Да. Это резины прикатывающие. Они мягкие или что? Именно вы такой? Мягкие, но не очень. Они не очень, потому что их надо часто менять. Такую же. Это самая свежая у вас, да? Да, это она первый сезон сеяла. Но она уже вносит три вида удобрений. Да. Из них одну микрогранулу. А как она это делает? Вот она может вносить микрогранул. Куда она вносит? На линию посева? Да, на линию посева может вносить микрогранул. А оно попадает именно куда идет? Оно попадает в... Сошник? Оно попадает в сошник. Угу. В тот же сошник можно совместно вносить нитроамуфоску или амуфос в тот же сошник. Угу. И третий вид удобрений вот спереди. Я смотрю, уже здесь один гладкий диск, да? Один гладкий, один такой рембордообразный. Угу. Что это дает возможность? 10 и 15 сантиметров даже. То есть это возможности прорезания у него лучше? Он прорезает и ложит туда. Очень удобно приносит. Очень удобно. И также здесь режущий диск идет, да? Ну, режущий диск обязательно, потому что мы сеем там... Здесь уже колеса для контроля глубины. Да, колеса уже, которые контролируют глубину. И вот я вижу здесь другая конструкция прикатывающего катка, укрывающего катка. Прикатывающий каток сделан металлический. Угу. Это лучше, чем резиновый? Лучше удобен и лучше прикатывает. Ну, смотрите, здесь можно поменять угол. Вот регулируется. Угу. Расширить и расширить. То есть поворачиваем обоих катков. Угу. Можно сделать хорошо за... Угол атаки. Угол атаки, да. Ну, и, наверное, за счет этой формы он подрыхливает немножко, да? Ну, и да, подрыхливает сверху. Ну, если вам больше нравится, чем резиновый, да? Лучше. Лучше, чем тон. Если говорить о устройстве, которое дозирует семена, это что здесь? Ну, это вот... Стоит обыкновенный матермак. А, это матермак, да? Да. Обыкновенный матермак. Это так же, как и на старых моделях, да? Да, да. Такой же. Только привод здесь иначе. А что тут изменилось в приводе? Это трос, да? Здесь. Если там цепная передача, то здесь стоит просто тросик. А что, это более надежно? Ну, это более надежно. У меня высокая стоит. Иногда цепочку может сбивать. Да, бывает такое. Здесь цепи такие. Приводные цепи. Бывает, что что-нибудь попадет, да? Цепь слетит там и так далее, и так далее. Ну, я скажу, что они просто красивее выглядят. Ну, новые. Ну, новые, конечно. Новые, конечно. Что ты сождал ее? Новые, да? Что ты сождал ее? Это уже у нее второй сезон будет у вас, да? Ну, тут первый посеял. Она уже отсеяла? Вот, отсеяла. Она уже отсеяла? Смазана даже. Это уже по-хозяйски тут чувствуется отношение. Как вам вот эта конструкция? Ну, я очень доволен вот этими сейлками. Почему? Потому что, ну, во-первых, во-первых, завод идет навстречу. Вот я хочу вот такого международа, он мне это делает. Я хочу высевать микрогранулу. По сути, сейлки такой не было у них. Это первая сейлка. Ну. Я, ну, знаю Виктора. Виктор, мне вот так сделать. Он приехал туда, сказал им, что сделать. Говорит, я не буду делать. Я говорю, ну, я брать не буду. И он должен... Здесь тоже на 60, да? Да. Ну, у меня подсолнух и кукуруза на 60. И все. А, опрыскиватель? Ну, опрыскиватель у нас самоходный. Мазотти, итальянский. Хороший опрыскиватель. Ну, у нас поля небольшие, поэтому... Ну, такая неровная местность. Поэтому 24 метра. Но, в принципе, на следующий год задумываемся еще над этим опрыскивателем. Поэтому, что... Надо очень выходить на кассы. Ну, чтобы немного там... Удобрений меньше использовать. Уже период, так сказать... Созревания подошел. Десяти лет. Есть поля, что 10 лет. Есть поля под 10 лет. Поэтому, мы очень немного уменьшить внесение азотных удобрений. Поэтому, мы будем носить жидкие азотные удобрения. Удобрения кассы. Комбайн. Если говорить об оборке. Ну, смотрите. У нас три комбайна. Три джиндира. Из них два джиндира 15-50. Пять с половиной метров захвата. Для того, чтобы... равномерно было расселать все то, что остается после комбайна, мы брали маленькие жадки. Это жадка пять с половиной метров. И один... Новый джиндира приобрели в прошлом году. Сейчас комбайн широкозахватный. Но он имеет ротора. Есть ли? Он решает. Он решает все вопросы. Он сделал под наш заказ. Нам сделали... Сечку рез. Вот этот под 96 ножей. Специально. Он идет под 70 с чем-то. Нам поставили два ротора для разбрасывания головы. Вся техника у вас под навесами, да? Да. А это? Для того, чтобы жадка на 8-метровая. Но здесь вот этот рассеятель должен сделать на 96 ножей для того, чтобы расселать сзади все. И получается распределить? Выполняет он свой функционал? Индивидуально работает как часы. Ну и конечно здесь есть тоже вот этим нельзя обрезывать, да? Полову раскидывать ее. Очень нужная вещь. Особенно при посеве рапса. Особенно перед посевом рапса. Если убрать ячмень, обязательно надо полову разбрасывать. Если его не разбрасывать, выделяются всякие там ауксины и так далее. И семена. Вроде бы сошло, а потом уже его нет. Важно не только солома распределить, но и полову. Полову распределить. Вот тут 8-метровая жадка. Идеально сзади разбрасывает. Вот такие беда для нутила. Надо и широкозахватный, ну и конечно современный. Очень здорово. И производительность. То есть это тоже очень важно. Очень важно. Очень важно. Очень важно. Очень важно. Ну все равно. С деньгами то хватало. Но тем не менее, на такой площади иметь такую тень, надо тоже показать экономики. Для уборки кормов, это животноводство требует своих инструментов. Ну бэушно там привезли. И в принципе он отправляется, да? Ну нормально. Сами ездите, сами выходите. Это у вас здесь комплекс для зерной очистки, да? Да. Стоит BCS 50 и ЗАУ 40. Две старые машины. Хочем реконструировать, поставить линию Фадеева вот туда. Это у вас уже в планах, да? Да. Это в планах. Афадеев знает об этом? Да. Мы с ним сидели соседи. Да? На лаборатории? Да. Так вы не случайно встретились, да? Да. Кстати он будет у нас на лаборатории полевой практики в Майском. Ну надо бы понять, а когда будет? 30-31 мая. Приезжайте. Ага. Спасибо. После посева уже не успевали. У нас тоже есть мышиные проблемы. Ну правда они не жилые, но есть. Вот это все мыши. Вот эта вся полянка, это мыши. Лекарство от него нашли. И где вы берете это лекарство? Ну у нас здесь в Виннице есть такой пункт там протравливают. Ага. Именно. Да. Готовый, да. Мы привозим ему семена, сою или там он нам обрабатывает. Мы берем. А что используете все-таки пшеницу или сою? Что лучше? Ну смотря по чем. Если брать по пшенице лучше сою. Ага. Семена сои. Так. Если брать по сою, то надо пшеницу или что-то такое. Потому что все равно там остатки есть какие-то там. Ну смотрите. Вот это сорт. Какой сорт? Это сорт называется мороз. Ну тоже хорошо выглядит. Ну выглядит он хорошо, но немного хуже, чем вибрид. Да. Да. Но здесь хочу вам сказать следующее. Что здесь впервые новым комбайном В-600 Джундир было использовано разбрасывание соломы и она не собиралась. Вот в эту биоту был посеян рапс. То есть вся солома была. Вся солома была. После зимы ячменя осталась здесь на поле и мы посеяли рапс. Ну вы видите, он в таком неплохом состоянии. Это впервые. Это впервые. Вы не собирали солому, да? Мы солому всегда складывали в волок и собирали на ферму, потом сели рапс. Вот эта площадь, чем она достопримечательна тем, что здесь солома вообще не собиралась. Это именно качество комбайна этого вашего позволяя? Это именно качество комбайна. Полова распределена, да? Есть, да. Он хорошо разбрасывает. Жадка восьмиметровая, но сзади сечкорез стоит на девяносто шесть ножей, специально сделанных для комбайна. По моему заказу там немного двигатель. Немного мощнее. Так. И что там? И ратора стоят. Ратора для разбрасывания половы. Полова разбрасывается идеально. Если идти за комбайном, видишь, он от среза до начала того прямо перекрывает полову. А потом и солому. Это очень важно для рапса. Выращивание рапса начинается с уборки. Да. Председствующая культура. Как и каждая культура, но рапс это особенно. Особенно, да? Рапс это особенно. Ну, это еще сорт. Здесь, конечно... А по питанию здесь дано то же самое, что и на гибрид? 200 килограмм карбамида. 150 килограмм сульфада аммония. Где-то... Тут даже 200 килограммов площадь. Бедненькая. 200 килограммов аммиашной селитры. И при посеве 100 килограмм аммифоса. При посеве было 100 килограмм аммифоса. При посеве было 100 килограмм аммифоса. Яромила. Яромила. Мы перехи вообще на яромилу. Мы в неплохом состоянии. Мы больше ничего ему делать не будем. Ну, и защита. Защита. Я думаю... Я думаю, что вы ничего не найдете. Ничего. Абсолютно ничего. Показали того, что все под контролем. Все нормально, да. Вот здесь все нормально, я считаю. А что рядом у кого здесь посеяно? А рядом вот была кукурудза. И посеяно соль. Какая урожайство кукуруды была, чтобы понимать количество пожнировых оснастов? Вообще, по хозяйству было 112 центнеров сектара. В зачете. Да. На этом поле? Я точно даже не могу сказать. Ну, на уровне. На этом поле немного меньше. Ну, 100 или меньше. Ну, 100 меньше, 100 не было. Ясно. Меньше, 100 не было. Пожнировых остатков довольно много. Если видите, какие остатки. Очень большие остатки, да. И оно вот так все вот это дело. Пожнировых остатки, мы ее не измельчаем. Вот это делается сеялка. Вот это делается. Вы не измельчаете вообще грузу, да? Вообще не измельчаю. Из каких соображений? Из... Соображения очень простые. Я однажды столкнулся с таким серьезным фактом. Я измельчил. Потом поставил сеялку. И она начала вот эти кусочки вдавливать туда. Когда маленькие, да? А здесь, если вот так, она ее есть площадку. Упоры она разрезает. Ему легче разрезать, да? Тем более, что у нас, я... Ну, возможно, вот это и неправильно. Но у нас на всех сеялках стоят култера. И если там... Если сеять вообще-то по... По пшенице, это один вопрос. А если сеять вот по такому стеблу кукурузы, то без... Не обойтись без... Не перережет диск сам, да? Не перережет диск сам, да? Не перережет диск. Он может перескочить. Это та ситуация, когда култер играет... Очень большую роль. Набухло. Угу. И просто все. Что сои даете? Что-то из удобрений при посеве? Ну, при посеве мы даем яромила. Сколько? 100 килограмм. То есть вы везде яромила? Да. И на пшенице? И на пшенице тоже? Да. Мы перешли на яромила, потому что это очень серьезное удобрение. Если ты его сегодня внес, завтра пришел, нашел, то места там уже ничего нет. А отдачу видите? Вот вы проверяли? Отдача, конечно. Есть, да? Конечно, мы вносили наши нитроамофоски. И 200 килограмм, и 250 килограмм. И ты амофос находишь еще осенью или на следующий год. Вот. А по урожайности, ну, в прошлом году, позапрошлом году был такой перерасчет на деньги. Не в центнерах, а на деньги. Если внесли на центнер яромила, он стоит там 100 рублей. И унесли там полтора центнера нитроамофоски. Он стоит тоже 100 рублей. Так экономика была на пользу яромила. И тоннаж переворачивать, это тоже затраты труда. Да. А сколько вы сеете, какой густотой соя здесь? Ну, здесь посеяно где-то 140 килограмм на гектар. Сколько вы не делали? Ну, тут посеяно 140 килограмм на гектар. Без грязи здесь получается. Это вы какой селкой сели? А, тут села и СДМ-ка. Так, сюда ближе, тут уже. То место есть. Ну, вон она. Она даже не... Уже потепло пошло, влага есть. Вот, вот уже. Процесс запущен. Да, процесс запущен. Ну, влага, видите. Ну, она. Тут. Нашли бы. Ну, вот здесь остатки, видите, да? Ну, будет соя наверху. Гербицеда еще не вносили. Буквально через 2-3 дня мы под сходы сои носим тоже раундап. Соя не генно модификована. Мы уже не сеем 4 или 5 лет. Почему? Потому что, ну, запрещено, во-первых. А во-вторых, у нас соседи, которые держат власть, чтобы с нами немного не будем усугублять, а? Сеем только то, что дозволено. А дозволено сеять не генно модификованную сою. А что у вас здесь за сорт? Прошло. Какой сорт сои вращается? Лабиринт. Вот это, на этой площади лабиринт. До Аргентины еще далеко, но, в принципе, ну, если заниматься, то было ради чего. Кроме того всего, что мы любим землю, мы еще и хотим зарабатывать деньги. Ум. 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 Ум.